здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим устройство принцип действия и расчет технологических насосов поршневых мокровоздушных и ротационных мокровоздушных кольцевых вакуум насосов и поршневых продуктовых сиропных насосов в кондитерском производстве широко применяются различные насосы в установках для уваривания кондитерских масс под разрежением используются поршневые и ротационные вакуум насосы для перекачки жидких и вязких полуфабрикатов используются поршневые плунжерные шестеренные и ротационные для поддержания постоянного разрежения в конденсаторе а следовательно и во всей системе аппарат конденсатор служат поршневые и водокольцевые насосы а также водостроенные эжекторы в зависимости от типа конденсатора конденсационная установка комплектуется сухим или мокровоздушным вакуум насосом они бывают вертикальные и горизонтальные по устройству поршневые сухие и мокровоздушные насосы аналогичны и отличаются лишь конструктивными элементами сечением клапанов и средней скоростью движения поршня мокровоздушные насосы имеют большее сечение клапанов и меньшую среднюю скорость движения поршня поэтому приведенные рисунки вакуум насосов одинаково пригодны как для сухих так и для мокровоздушных насосов процессы же протекающие в насосах совершенно различны следовательно различны их расчеты поршневые мокровоздушные вакуум насосы эти насосы предназначены для поддержания постоянного разрежения в змеевиковых сферических и других вакуум аппаратах применяемых для уваривания карамельной массы фруктово-ягодных начинок и тому подобное они используются также в установках для перекачки масс подлежащих увариванию в вакуум аппаратах периодического действия поршневые мокровоздушные вакуум насосы бывают вертикальные и горизонтальные в кондитерской промышленности наиболее распространены вертикальные насосы обычно они изготавливаются совместно с конденсаторами смешения которые предназначены для создания в вакуум камере необходимого разрежения путем конденсации вторичного пара образующегося в аппарате в процессе уваривания продукта конденсаторы бывают прямоточные и противоточные с подачей охлаждающей воды разбрызгиванием через мелкие отверстия в трубе или подачи ее по полкам конденсаторы полочного типа на экране показаны схемы двух разновидностей прямоточных конденсаторов смешения в первом конденсаторе вторичный пар и воздух поступают из вакуум камеры аппарата через патрубок один одновременно из расположенной в центре корпуса конденсатора 3 трубы 2 через боковые отверстия разбрызгивается холодная вода подаваемая из водопроводной сети соприкасаясь со вторичным паром вода его конденсирует смесь конденсата воздуха и воды отсасывается вакуум насосом на другой схеме расположенный рядом показан прямоточный конденсатор полочного типа в нем холодная вода поступает сбоку на верхнюю полку с которой затем струйками стекает на ниже расположенные полки конденсируя поступающий из вакуум камеры вторичный пар смесь конденсата воздуха и воды отсасывается вакуум насосом через нижнее отверстие в кондитерской промышленности наибольшее распространение имеют вертикальные поршневые мокро воздушные вакуум насосы типа ввн-30 и их аналоги прежде чем мы перейдем к рассмотрению их устройства и принципа действия хочу напомнить вам что в одном из видео которое уже есть на канале мы подробно разбирали устройство принцип действия и расчет конденсаторов смешения вы можете посмотреть это видео перейдя по ссылке в подсказке или в описании вакуум насос одноцилиндровый состоит из конденсатора смешения 1 станины цилиндра 12 с поршнем 11 и системы клапанов и привода возвратно поступательное движение поршню 11 сообщается с помощью кривошипно-шатунного механизма 7 привод насоса осуществляется от индивидуального электродвигателя 4 через червячный редуктор 5 клино-ременную передачу и коленчатый вал 8 коленчатый вал 8 вращается в двух подшипниках 6 корпуса которых укреплены на нижней колонне 13 на левой стороне вала установлен маховик 9 цилиндр 12 закреплен болтами на колонне 13 к нижней части цилиндра присоединен приемный патрубок с нижним клапаном 2 патрубок соединяется коленом с конденсатором смешения 1 полочного типа которому присоединен паропровод идущий от выпарной части вакуум аппарата и труба с регулирующим вентилем для подачи в конденсатор охлаждающей воды из водопровода на поршне цилиндра установлен перепускной клапан 10 в верхней части цилиндра имеется верхний клапан 3 вакуум насос работает следующим образом при движении поршня вверх в нижней части цилиндра создается разрежение вследствие возникшей разности давления в конденсаторе и нижней полости цилиндра всасывающий клапан 2 открывается и происходит всасывание из конденсатора в цилиндр смеси конденсата охлаждающей воды и воздуха при движении поршня вниз нижний клапан 2 под давлением воздушно-водяной смеси закрывается и засосанная смесь перемещается из нижней полости цилиндра в верхнюю проникая через открывающийся при этом перепускной промежуточный клапан 10 поршня в надпоршневое пространство далее при последующем движении поршнем вверх открывается верхний клапан 3 цилиндра и воздушно-водяная смесь находящаяся в верхней полости цилиндра над поршнем выталкивается через верхний клапан 3 и нагнетательный патрубок в отвадную трубу при этом перепускной промежуточный клапан 10 поршня закрыт одновременно через нижний клапан 2 засасывается следующая порция смеси и процесс повторяется технические характеристики вертикальных поршневых мокровоздушных вакуум насосов типа ВВН и ВНК представлены в таблице на слайде на слайде показан вертикальный вакуум насос на нижней плите станины 4 установлен цилиндр 2 к патрубку 3 этого цилиндра присоединяют конденсатор 26 а к патрубку 1 нагнетательную трубу внутри цилиндра находится нижний клапанный диск 25 верхний клапанный диск 19 и поршень совершающий возвратно-поступательное движение вверх и вниз поршень получает движение от электродвигателя 5 через криновой имень 7 и червячный редуктор 8 при помощи кривошипа 13 и шатуна 11 хомут 10 является одной из составных частей штоков 12 и 16 при движении поршня вверх в пространстве между поршнем и нижним клапанным диском 25 создается разрежение при этом открывается поднимается всасывающий резиновый клапан 24 и через образовавшуюся щель в разреженное пространство поступает воздушно-водяная смесь или воздух до тех пор пока поршень не придет в крайнюю верхнюю мертвую точку двигаясь вниз поршень давит на смесь или воздух находящийся между поршнем и нижним диском 25 всасывающий клапан 24 закрывается а резиновый клапан в поршне открывается и через него смесь выталкивается в пространство над поршнем при следующем подъеме поршня вверх через клапан 24 в пространстве под поршнем всасывается новая порция а из пространство над поршнем воздух или воздушно-водяная смесь через клапан 18 верхнего диска 19 выдавливается в патрубок 1 устройство всасывающих и нагнетающих клапанов а также клапанов в поршне одинаковые при подъеме резинового клапана его края могут соединиться и тогда он не закроется для устранения этого явления служат грибки 20 представляющие собой полусферу поршень цилиндра уплотнен кольцами 22 которые вставляют в канавку образуемую двумя половинками поршня 21 и 23 шток 16 в крышке 17 уплотнен сальником кривошипный вал с маховиком 14 находится в подшипниках 15 этот вакуум насос является насосом одинарного действия его пуск и остановка производится кнопками 9 с помощью которых включают и выключают магнитный пускатель 6 ротоционные мокровоздушные водокольцевые вакуум насосы насосы предназначены для удаления из конденсатора смеси воздуха сконденсированного вторичного пара и воды и поддержание разрежения в универсальных вакуум аппаратах и других установках насос работает исключительно на чистой воде не загрязненный абразивными примесями насосы изготавливаются двух марок к в н 8 и к в н 4 насос к в н 8 состоит из корпуса 3 крышки 1 рабочего диска ротора 2 вала 4 и опорного кронштейна 5 при вращении ротора закрепленного на валу эксцентрично по отношению к крышке насоса поступающая через конденсатор воздушно-водяная смесь увлекаемая лопатками ротора под действием центробежных сил отбрасывается к стенкам крышки образуя водяное кольцо 3 между ступицей диска и внутренней поверхностью водяного кольца создается разряженное пространство 1 обеспечивающее засасывание воздушно-водяной смеси через большой серповидный вырез в корпусе насоса при дальнейшем вращении происходит сжатие перемещаемой смеси которая выбрасывается через малый серповидный вырез 2 в корпусе и нагнетательный патрубок насоса для поддержания постоянного объема водяного кольца и отвода тепла необходимо чтобы через насос непрерывно циркулировала вода 250-300 литров в час перед пуском насос необходимо залить водой торцевые зазоры между диском и крышкой должны быть в пределах 1,1 миллиметра регулирование зазора при эксплуатации насоса осуществляется торцеванием крышки температура сальника насоса не должна превышать температуру перекачиваемой жидкости более чем на 50 градусов цельсия во избежание попадания в насос посторонних предметов и частичек увариваемой массы на всасывающем трубопроводе рекомендуется ставить фильтр по окончании работы в случаях продолжительной остановки оставшуюся воду необходимо удалить через пробку 7 после чего залить насос маслом и провернуть вал через муфту 6 от руки на 2-3 оборота технические характеристики насосов представлены в таблице на слайде рассмотрим схему еще одного водокольцевого вакуум насоса на схеме представлен двухступенчатый мокровоздушный водокольцевой вакуум насос смесь состоящий из воды парой воздуха поступает через штуцер 9 в стойку 12 отсюда она через отверстие 5 в диске 8 попадает в камеру давления первой ступени сжатия она образована дисками 8 и 4 и кольцом 7 с приливом 20 внутри камеры вращается ротор 6 он расположен эксцентрично относительно кольца 7 и имеет минимальные зазоры между ним и дисками 4 и 8 смесь воды парой воздуха вовлекается во вращение лопастями ротора вода как более тяжелая часть отбрасывается центробежной силой к внутренней поверхности кольца 7 и сама образует вращающееся кольцо в которое концы лопастей ротора входят на такую глубину чтобы обеспечить герметичность отсеков между лопастями ротора в радиальном направлении воздух располагается между лопастями ротора и внутри водяного кольца от начала всасывающего отверстия 5 отсеки увеличиваются и в них из всасывающего отверстия поступает смесь воды пара и воздуха затем приливу 20 отсеки уменьшаются благодаря эксцентричному расположению ротора в кольце сжимаемые в них воздух и пар выталкиваются вместе с водой в выходное отверстие 21 в диске 4 затем смесь через входное отверстие 16 в диске 3 поступает во вторую ступень сжатия которая повернута относительно 1 на угол пи радиан этот поворот необходим для более плавного перехода смеси из первой ступени во вторую во второй ступени прилив 23 у кольца 22 находится с противоположной стороны по отношению к приливу 20 сжатый во второй ступени воздух и пар вместе с водой выбрасываются через выходное отверстие 24 в диске 2 стойку 19 и из нее в канализацию или сборный бак через штуцер 1 стойки диски и кольца стянуты между собой болтами 25 а их стыки уплотнены бумажными прокладками смазанными белилами торцах дисков 2 3 4 и 8 сделаны каналы 13 они от входного отверстия сначала постепенно углубляются а затем сходят на нет концу выходного отверстия для создания гидравлического затвора между ротором и валом в диске 2 просверлено отверстие 18 через него вода из стойки 19 попадает кольцевой канал 17 а оттуда через три отверстия 15 она перетекает в канал 14 следующего диска а из него также в каналы следующих дисков вал насоса уплотнен сальниками 11 с металлической и мягкой набивками они также имеют гидравлический затвор в отверстие 10 заглушенные пробками при испытании насоса вставляются манометр и вакууметр перед работой насос заливают водой примерно наполовину расчет вакуум насосов расчет сухих вакуум насосов сухие вакуум насосы откачивают из конденсатора только воздух его количество определяется по формуле представленной на слайде для расчета насосов необходимо знать объем воздуха поступающего из конденсатора объем воздуха рассчитывается по формуле на слайде производительность сухого вакуум насоса одинарного действия определиться по формуле представленной на слайде в формуле лямбда коэффициент подачи под которым понимается отношение объема воздуха поданного вакуум насосом и приведенного к нормальным условиям к объему описанному поршнем коэффициент подачи определяется произведением трех коэффициентов коэффициента подогрева герметичности и всасывания вредным пространством вакуум насоса называется пространство между мертвым положением поршня и крышкой цилиндра включая каналы до рабочей плоскости клапанов его объем определяется заливом водой для уяснения влияния вредного пространства представлена идеальная индикаторная диаграмма вакуум насоса в координатах давления объем на диаграмме ход поршня соответствует объему ВС а ВС это объем цилиндра разница между ними ВМ объем вредного пространства который чаще всего выражается в долях объема описываемого поршнем то есть по формуле ВМ равно эпсилон ВС для вакуум насосов эпсилон меньше или равна пяти сотым при перемещении поршня из его крайнего левого положения А в положении В происходит расширение воздуха находящегося во вредном пространстве и его давление падает от П0 до ПВ по кривой 4.1 ПВ давление воздуха в конденсаторе точка 1 соответствует положению В поршня в положении В открывается всасывающий клапан и воздух из конденсатора с давлением ПВ поступать в цилиндр до тех пор пока поршень не придет в крайне правое положение В поступление воздуха на диаграмме изображено прямой 1-2 при движении поршня влево из положения В закрывается всасывающий клапан и воздух, заключенный в цилиндре, сжимается до давления атмосферы П0 процесс сжатия изображен кривой 2-3 в положении поршня Г открывается нагнетающий клапан и сжатый воздух выталкивается в атмосферу на всем пути движения поршня от Г до А выталкивание воздуха показано прямой 3-4 после того, как поршень вернется в первоначальное положение закрывается нагнетающий клапан и во вредном пространстве остается воздух с давлением П0 далее процесс повторяется из диаграммы видно, что всасывание начинается лишь тогда когда поршень из крайнего положения А сдвинется в точку В то есть тогда, когда воздух, оставшийся во вредном пространстве с давлением П0, точка 4 расширяясь, уменьшит давление до ПВ в точке 1 при движении поршня из одного крайнего положения в другое в цилиндр войдет объем воздуха ВВ равное лямбда ВВС коэффициент наполнения можно получить непосредственным измерением отрезков индикаторной диаграммы процесс сжатия и расширения воздуха в насосе является политропным процессом поэтому можно расчетным путем определить коэффициент всасывания и соотношение представленного на слайде однако П0 ВМ в степени единицы деленная на М равна ПВ умножить на скобку ХВС в степени М или П0 в степени единицы деленная на МЭпсилон равно ПВ в степени единица деленная на МХ откуда находим Х подставляя значения Х и ВС в равенство которое вы видите на слайде получим лямбда В записанное по-другому обозначим П0 деленная на ПВ равная Тау величина Тау называется степенью сжатия для вакуум насосов Тау равняется от 10 до 20 и окончательно коэффициент всасывания лямбда В представлен на слайде мощность потребная для работы сухого вакуум насоса в киловаттах рассчитается по формуле на слайде при заданных значениях П0 М это Н и В величина Н изменяется в зависимости от ПА в момент пуска ПА равно 100 кП и Н равно 0 с другой стороны по достижении теоретически абсолютного вакуума В равно 0 следовательно Н также равно 0 максимальная мощность получается при значении ПА равная 37 кП таким образом вакуум насос требует максимальной мощности когда давление поступающего в него воздуха равно 37 кП электродвигатель способный преодолеть этот максимум оказывается недогруженным при рабочем давлении воздуха в конденсаторе в 19,6 кП для устранения этого недостатка ставят дросселирующий вентиль на трубе подводящий воздух к насосу в момент пуска вакуум насоса вентиль немного приоткрывают и воздух из конденсатора поступает в цилиндр с давлением близким к рабочему когда в системе вакуум аппарат конденсатор создано рабочее разрежение дросселирующий вентиль открывают полностью при таком способе увеличивается время потребное для создания разрежения сухие вакуум насосы следует снабжать охлаждающими рубашками так как в них вследствие высокой степени сжатия воздуха в цилиндре значительно возрастает температура для повышения коэффициента наполнения применяют вакуум насосы двойного действия с выравниванием давления во вредном пространстве по этому способу в мертвом положении поршня соединяют всасывающую полость цилиндра с нагнетающей полостью при помощи канала в золотнике при золотниковом распределении или посредством углублений в теле цилиндра при клапанном распределении углубления в теле цилиндра имеют длину несколько большую толщины поршня глубину 3-4 мм и ширину 10-12 мм количество канавок делают от 6 до 8 через канавки вредное пространство соединяется с противоположной полостью в которой только что закончилось всасывание воздуха давление в обеих плоскостях выравнивается и почти не увеличивается по сравнению с давлением всасывания так как объем вредного пространства очень мал такой способ повышает коэффициент всасывания почти до единицы получаемый выигрыш в производительности сопровождается проигрышем в работе вследствие повторного сжатия перепускаемого воздуха расчет мокровоздушных вакуум-насосов мокровоздушные вакуум-насосы удаляют из конденсатора смесь воды, пара и воздуха в насосе воздух сжимается изотермически из-за большого количества воды обладающей значительной теплоемкостью по сравнению с теплоемкостью воздуха производительность мокровоздушного вакуум-насоса одинарного действия определяется по формуле которую вы видите на экране сверху но вместо лямбда подставляется коэффициент лямбда нулевое а внизу слайда написан коэффициент К, который входит в расчетную формулу для коэффициента лямбда нулевое К – это количество кубических метров воды, приходящееся на 1 кубометр воздуха потребная мощность для привода мокровоздушного вакуум-насоса рассчитывается по формуле на слайде высота подъема жидкости H определяется по формуле на слайде Производительность водокольцевого вакуум-насоса P рассчитывается по формуле на слайде Техническая характеристика вертикальных поршневых вакуум-насосов представлена в таблице на слайде Техническая характеристика водокольцевых вакуум-насосов ВК и ВН представлена в таблице на слайде Плунжерные сиропные продуктовые насосы Эти насосы предназначены главным образом для подачи карамельного сиропа в змеевик вакуум аппарата Однако благодаря возможности регулирования хода плунжера насосы широко используются также в качестве дозаторов для перекачки патоки, фруктово-ягодных масс, начинок, масла какао и других густых вязких кондитерских масс Этими насосами комплектуются карамели варочные, сиропные и начиночные станции Станции приготовления конфетных масс Применяемый в кондитерском производстве плунжерный сиропный насос Схема представлена на слайде Имеет цилиндр 1 с плунжером 2 и клапанную коробку 3 с клапанами Всасывающим 4 и нагнетательным 5 К фланцу всасывающего отверстия присоединяется трубопровод, подводящий сироп или другой продукт А к фланцу нагнетательного отверстия трубопровод для подачи сиропа в змеевик вакуум аппарата или для других целей Плунжер 2 через скалку скреплен со штоком 6, скользящим в направляющих 7 Между скалкой и стенками цилиндра установлено сальниковое уплотнение Производительность насоса можно регулировать с помощью кулисного устройства, приводимого в действие рукояткой 8 и винтом 9 На кулисе регулирующего устройства прикреплена шкала с делениями для установки необходимого хода плунжера Насос смонтирован на вертикальной чугунной стойке 10 Привод насоса осуществляется от электродвигателя 11 через редуктор 12 Техническая характеристика плунжерных насосов представлена в таблице на слайде Подачу плунжерного сиропного насоса в килограммах в час можно определить по формуле, представленной на слайде В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип действия технологических насосов Благодарю вас за внимание Подпишитесь на канал Поставьте лайк Напишите комментарии с вопросом, если они у вас есть Поделитесь этим видео Отправьте его тем людям, которым оно могло бы быть интересным Может быть у вас кто-то учится в пищевом университете На этом я с вами прощаюсь Желаю вам всяческих успехов И до новых встреч